Депутатский запрос адресован первому заместителю премьер-министра Республики Казахстан Скляру. Уважаемый Роман Васильевич, поводом послужила текущая ситуация в сфере внутригородских пассажирских перевозок. Общественный транспорт очень востребован со стороны наших граждан, включая социально уязвимые группы. Несмотря на это, данную сферу то и дело лихорадит от недофинансирования и вытекающих отсюда проблем. В нынешнем виде эта деятельность убыточна и нуждается в субсидировании для покрытия разницы между действующим тарифом и фактической стоимостью перевозки пассажиров. К примеру, проезд в городских автобусах города Алматы стоит 100 тенге при безналичной оплате. При этом средний уровень тарифа, согласно методике расчета, в текущем году составляет 425 тенге. Аналогично обстоят дела и в других областях. Подчеркну, что сегодня речь не о повышении тарифов. Напротив, тарифы и субсидии должны не подменять друг друга, а дополнять и балансировать. Казалось бы, с 2018 года объем субсидий увеличивается. Однако проблемы в отрасли это все-таки не решает. Достаточно посмотреть на динамику роста цен на дистоплива и запасные части. А стоимость автобусов с 2015 года возросла в 5 и более раз. Кроме этого, большая часть субсидий приходится всего на несколько регионов. Так, из фактически выделенных местными исполнительными органами 113 миллиардов тенге в 2022 году, 55 миллиардов пришлись на Алматы, 15 миллиардов на Шимкент и далее по убывающей. То есть, одни регионы активно пользуются механизмом субсидий, другие регионы это делают либо по остаточному принципу, либо не делают вовсе. Как итог, где-то копятся кладбища почти новых автобусов, а где-то не хватает средств на ремонт этих обслуживания старых. Во многих городах и населенных пунктах говорить о каком-либо комфорте для пассажиров вообще не приходится. Там попросту нет альтернативы. Отрасли испытывают серьезный отток кадров. Автобусы не выходят на линии, что вызывает справедливое недовольство граждан. На городских маршрутах сегодня задействовано 10,5 тысяч автобусов, тогда как по данным МВД удостоверение категории D в республике имеет 387 тысяч человек. Очевидно, что люди не идут в эту профессию из-за текущих условий и уровня оплаты труда. Отдельным вопросом остается привилегированное положение автобусных парков с государственным участием, стабильно получающих бюджетные средства, высокодоходные маршруты и прочие преимущества. В то время как банки второго уровня отказывают в предоставлении кредитов частным перевозчикам из-за низких доходов и ограниченности субсидий. К тому же субсидии выделяются только на один календарный год. В настоящее время на регулярных городских маршрутах страны функционирует 294 автобусных парка, из которых 6 находятся в ведении Акиматов. Указом президента в 2022 году утверждена концепция развития конкуренции, в рамках которой госорганам прямо было поручено проработать вопрос приватизации 6 автобусных парков с участием государства в городах республиканского и областного значения. На данный момент, насколько мне известно, ни один из этих автопарков на приватизацию выставлен не был. В связи с изложенным правительству предлагается 1. Рассмотреть в качестве альтернативы, наряду с приватизацией, возможность передачи муниципальных парков в доверительное управление в конкурентную среду. 2. Министерству транспорта разработать информационную систему по выделению субсидий на покрытие затрат перевозчиков во внутригородском и междугороднем сообщении. 3. Предусмотреть долгосрочную основу выделения субсидий под встречное обязательство перевозчиков по обновлению и пополнению автопарка отечественной техникой. Полный текст депутатского запроса прилагается. С уважением депутата Сената Больгер, Ткузиев, Шиповских, Неязово, Сатвалдиев. Рахмет. Продолжение следует...